Выкопанные лавки, спиленные деревья и отсутствующие фонари. Вот во что превратилась когда-то уютная, по словам местных жителей, придомовая территория. Теперь здесь лишь перекопанная земля, а лавочки остались только у подъезда в двух домах, которые огораживают площадку 32 и 34. Сейчас на улицу вышли больше 20 местных жителей, и это инициативная группа. Они в один голос заявили, что никаких документов о благоустройстве придомовой территории они не подписывали, и все работы, которые ведутся на их площадке, незаконны. Однако существует протокол собрания жильцов, в котором говорится, что за инновации проголосовало 67,5% жителей. Правда, активисты ставят подлинность этого документа под сомнение. Например, в протоколе отсутствует дата собрания, а подписи одного и того же человека различаются в каждом документе. Наша инициативная группа провели работу, обошли дом. Из 144 квартир 87 человек подписались, свою подпись внесли против этой программы. Мы не хотим участвовать в этой программе. Дело в том, что до нас не довели ни план вот этой реконструкции, ни сумму денег, которую мы должны платить. Ничего. Жителям двух домов сказали, что всю необходимую информацию им доведут потом. Вот только потом приехали рабочие, которые сняли все фонари освещения и вырубили деревья. По словам местных жителей, на образовавшейся территории появится автомобильная парковка. Об остальных планах по благоустройству они не знают. Активисты уже обращались с несколько инстанций. Мы обращались и будем обращаться. Обращались в следственные органы. Приезжал наряд полиции, когда здесь у нас ломали и крушили освещение, резали провода. Потом мы обращались в прокуратуру, и в районную прокуратуру, и в областную прокуратуру. Обращались в администрацию Ковалеву и Карабасову. По словам местных жителей, они получили только один ответ, в котором говорилось, что решение о благоустройстве они могут обжаловать в судебном порядке. Как раз именно за это решение и выступают люди, а не против изменения на своей территории. Ситуация осложняется и тем, что часть придомовой площадки приватизирована жителями. У дома 34 участок муниципальный, а у 32 частный. Жильцы говорят, что благоустроенную площадку они будут оплачивать из своего кармана. Первоначально администрация и наши старшие по дому объявляли нам, что, ну, не собирая собрание, что 5 миллионов выделено на благоустройство нашей дворовой территории. Обещались нас высчитывать по 40 рублей с квадратного метра. Елена Старостина сообщила, что теперь сумма достигла 8 миллионов рублей, и жильцы будут платить по 65 рублей за квадратный метр. Красивые деревья, которые росли здесь десятилетиями, и в чьей тени можно посидеть на лавочках в жаркий день, теперь превратились в обычные поленья. Вместо больших раскидистых берез остались тонько-пеньки. Наша телекомпания отправила запрос в администрацию города, чтобы они объяснили складывающуюся у этих домов ситуацию. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.